как будто бы уже небеса здесь на земле домой на пире с отцом я взял у него он был инженер-механик главный инженер-механик и он там станки менял и такая ну сверло такое здорово она настолько острое в газетке завернута там его как бы ну да у нас приготовился к олимпиаде и мы пошли молиться мама вызвали к телефону нас дома не было соседки мы не позвоним она ушла и мы остались вдвоем на коленях молились такое божие присутствие было прям туман руслан иосиф ты почему пробегаешь мимо не и самые лучшие игроки они пришли бог послал понимаешь всех нас мы мы сегодня представляем мы лучшие игроки на последнее время друзья я приветствую вас у нас с вами прекрасное знакомство общение с семьей руслана и элизабет белосевич людей пробуждения их церковь известна на постсоветском пространстве города абакан церковь прославления и это люди которые были есть неизменная часть пробуждения здесь на постсоветском пространстве люди славы божьей в этой программе мы узнаем о том как бог повлиял на их жизнь как бог вошел в их жизнь какие трансформации происходят в жизни людей в мировоззрении людей когда они переживают близость близость всемогущим всевышним спасителем руслан элизабет приветствую вас спасибо за вашу открытость спасибо за ваше посвящение и я хочу спросить вас вот поделиться историей вашего посвящения богу вашего обращения чем это стало для вас или как вы это пережили историю вашей семьи я родился в пятидесятнической семье папа был там диакон его папа мой дед тоже был диакон по маминой линии они там были все пресвитера баптистки и мой дедушка один из первых кто начал он уверовал и начал баптистское движение в там в нашей области ну то есть в львовской области откуда мы сами поэтому как бы но у меня такая история с перерывами и она началась где-то со школы потому что тогда в школе было давление если ты был верующий то приходило давление и они начинали называть тебя штундист они созывали но такое классное собрание и в классе вдруг говорили что вот у нас тут есть ну штундист баптист и про меня так сказали и потом ну на перерывах мне под подходят там парни и говорят ты ты штундист или там штундист начинали дразни начинали забирать а я такой парень был ну короче говоря я доказывал всем да я доказывал как говорят народе по репе извиняюсь но и и и и короче кончилось тем что я в церкви все говорю в церкви в классе всех побил в одном там с другого там три класса было и через какой-то меня со стороны быть лидером да потому что это была как бы жизнь вызов ну и через какое-то время там в то там ну такие местные бандиты меня подметили и под свое крыло взяли и я так быстро продвинулся там попали в другую сферу другую сферу влияние было двойная жизнь двер тут как бы в церкви в семье одно а на улице и это было совсем по-другому ну так и так они не ощущался этот внутренний конфликт пусть даже подросткам тем что как бы семья это одно и и те ценности они не воспринимались как свои скорее просто как семейные ценности родителей нет я как бы самого детства я почему-то знал было такое божья печать и я знал что я ну что я ну я верил в иисуса я верил в бога не кита затрагивали эти истории но жизнь она как бы диктует свои условия и но одно что где-то внутри был вызов я не терпел никакого унижения через какое-то время мы не просто что не терпел я стал доминировать и это не у меня например я жил в доме где жили евреи и их тоже было давление они также ходили синагогу и мы объединились у нас была такая группировка евреев 50 которые против всего остального мира мы стояли потому что у нас где-то унижали где-то подростки дети евреи подростки мы мы какое-то время мы очень поднялись там в городе у нас уровень вот такой не просто поднялись это миллионный город ну ну а потом пришлось даже ну даже сесть за то что отстаивали свои убеждения не то что отстаивали а там уже как бы все пошло там начали быть бандитами такими запутались да получается вот ваши внули деда которые уличные которые взяли вас свое общение они стали вам как бы прививать свои поступки мысли да причем это было так интересно что я где-то пережил в церкви пришел церковь и пережил крещение духом святым очень сильно писательской церкви на сколько лет ну это где-то было месяц трудно это вспомнили где-то но это вот подросткам тоже получается это уже где-то после армии был меня отправили в армии но армия еще более усугубила и когда мы когда я вернулся как-то попал на одно собрание пережил крещение духом святым но все дела такие были бандитские служение и всплыли старые дела и пришлось сесть и там однажды посадили человека который был пресс-виттер я сидел и курил человек приходит статья к этому непонятно что статьи знаешь потому что чё тебя за статья ну это за веру в бога и я я как будто перед своим отцом я сигарету спрятал резко и я сделал все для него ну я ему хорошее место там организовал до взяли его под вечером и вечером говорю что ну ты должен проповедовать потому что там но каждый вечер кто-то да и кто-то не умеет петь это было самое прикольное когда кто-то не умеет петь а поет и и короче говоря этот человек начал проповедовать просто начал проповедовать и и он не знал я каждый вечер ты будешь проповедовать он так дрожал я вручок тишина и все ну не хотели слушать но я заставлял их слушать и он проповедовал а потом в конце когда ему нужно было по этапу в другое место идти я пришел и говорю я отступник и все он молился и мы плакали он говорит это бог тебя послал но до этого когда я был а в детстве когда у меня началась вот эта война был а было одно переживание там рядом была одна женщина которая ну вот как женщины золото она такая ну не она как бы странная немножко была для всех но она ходила на небо на многие вещи рассказывали и однажды вечером глубокие духовное переживание однажды вечером она пришла в нашу семью и говорит папе что я видела но видение как такой ангел божий горит вообще там ну как бы вообще горит могущественные файл пришел игрит и дан мне шкатулку шкатулку да вручил шкатулку я перед взял и там в это шкатулка говорит такая с бриллиантами совсем учет на мой папа отчетную за шкатулка это горит дары это очень он будет такой большой в царстве божьем и все остальное и папа смотрит на меня понимать он знает кто я и нагреть но дьявол хочет умертвить помогает а как чё говорит вот завтра хочет умертвить а завтра у нас из-за меня вот у меня еще один друг остался у нас двое стало живых один который сейчас сидим пожизненно и и и вот я потому что я христианин а всех остальных просто нету ни наших друзей никого прошу прощения сколько вам тогда было когда она пришла с этим видением ну это было лет 15 подросток на 15-16 но мы уже подростки тогда как-то сейчас наши подростки и мы мы уже могли на улицу идти мы уже воевали мы уже придумали стратегию там у нас было с другой улицей война из-за меня и и мы должны были воевать там собрались и и короче говоря и папа а я сказал папе что я иду на олимпиаду там даже мцели такой кусок выучил почти все ну чтобы показать я дома тренировал потому что так не отпускали воскресенье воскресенье собранием что это для для олимпиады по русскому языку и он и папа говорит а где твой портфель и он залазит портфель а у меня там такая была я взял у него он был инженер механик главный инженер механик и он там станки менял и такая ну сверло такое здорово но настолько остро в газетке завернута там его как бы ну дал ребенок приготовился к олимпиаде я его искал но он понял и короче меня не пустили ко мне все друзья приходили что только не придумывали там звонили разные даже женщин присылали отец закрыл меня не пустил и в то время потом во время этой войны одного парня убили от а двое потом тоже скончались больницы чуть чуть позже там была жесткая и короче но это слово сохранила тогда вода от участия в этой войне до мать приходила ко мне придавала мне платочки и говорила что ты будешь служить иисусу или мама мой поезд давно уехал она нет ну не знала этих вещей но она приходила светящаяся она ездила там в таллине было пробуждение там братья молились и эти платочки я думаю зачем я там друзьям раздавал их ну такие белые белоснежные значит на на зону платочки но это были молитвы и буквально за три дня как выйти на свободу друзья передали мне всякую но ну не всякую на ханку ну такую это называется ханка это смесь как на цитоне да нет это сами мы мы делаем там маг такой и мы сделали и и я вдруг видел вся жизнь моя пришла как как ну как в кино я увидел всю свою жизнь и когда это все увидел я понял что я но хорошего мало было там просто однажды бабушку через дорогу перевел еще какие-то порывы а вся остальная жизнь такая была и я понимал что я осужден и я вдруг видел что я посередине стою и без и которые окружали меня начали тащить и я слышал там куда они тащили там были такие звуки ужасные и вот от того что я видел их это как будто на твое тело положить змей лягушек это ну прощение это такое повернение очень неприятно уже очень и я начал качать я начал качать я сказал иисус если ты меня спасешь я пойду в сибирь потому что нас всегда сибири пугали я пойду в сибири я буду проповедовать я стану ну при свитером или пастором я пробуждение за я все я так обещал богу я все сделаю если ты только но позволишь мне остаться жить и вдруг я видел как сверху такой яркий свет который пробил разрушил такие цепи эти окружение и я просто опять очутился в своем теле но с этого момента а моя жизнь она как бы я думаю что радикально изменилась сто процентов я знал что я уже ну как бы получил отвращение к этому всему на току при я не могу объяснить там отвращение или это я понял но ответственность определенная я понял что я сказал я понял что если я что-то накосячу или я опять уйду в это я просто не буду жить когда я пришел потом в церкви и сказал что я верующий это был шок там в этих кругах они все вашей родной церкви правильно которые знали вашу юность боевую потом мы поехали в таллинн и там как раз пробуждение было я пережил очень сильно и когда мы пережили мы получили огонь мы начали проповедовать тут же быстро и мы на улицах везде проповедовали мы настолько горели в огне духа святого мы пережили это и и двигались вот так я думаю что как раз тогда в те в те года началось вот это пробуждение элизабет замечательная подруга замечательная супруга такое солнышко расскажите пожалуйста себе вот как вы уверовали вообще вот чем было для вас встреча с богом я родилась в 70-м году и всем лет вот пришло за пробуждение в таллин мне было семь лет и вот через именно таллиннское пробуждение мы познакомились вот в этой волне как бы там он познакомился с братом потом приехал к нам и мы даже с ним не разговаривали но разница возрасте была большая 13 лет до ему было 28 он даже не смотрел на пупсика он не знал сколько мне лет когда узнал еще больше испугался дело в том что когда мне было лет наверно 8 мы с мамой ехали куда-то в ее деревню где она где бог вот ее именно коснулся и она же тоже очень интересно пришла к богу бог голосом с ней разговаривал и она так пришла и вот мы когда ехали у нас же интересно что в советском союзе было на вокзале ничего кроме как вот это вот их разыскивает милиция объявление и мы что-то стояли с ней вдвоем и смотрели как у нас было время не знали как скоротать смотрели на них и вдруг мама говорит ой господи помилуй и потом она рассказала что что она пережила что там как раз был руслан в розыске розыском раскрывать то есть это были старые старые еще объявления да нет не станет а прямо вот были так не было сенуально я не было семьям у 20 а я был в бегах в этом это еще до того как вас понятно определили то есть вот а я совсем ребенок стою и буду к маме бог говорит что это твой зять она она в розыске какой-то дядька бородатый можно сказать они же фотографии там в основном такие все зловещие такие да и тут друг бог и горит что-то твой зять и показывать на меня что я вот ну такой ребенок можно сказать еще милый и ласковый да и нежный да и вдруг и я значит выйду за него замуж и она конечно закричала господь помилуй но когда руслан уже приехал делать предложение маме как раз приснился сон что вот она видела звезды и говорит 12 ярких ярких звезд и они вдруг стали в ряд и одна звезда отделяется и летит ко мне и звонок в дверь и и руслан приходит предложение делать и она все время она такая пророческая все время в молитве в пророчествах так двигалась и сны видела таки от бога вот это один из снов вот мне было 7 лет и вот это пробуждение таллинская но захватила нашу семью у нас было семеро нас я последняя михаил котов источник жизни пастор мой родной брат и вот бог особо его коснулся вот особен его покоснулся потому что он у нас был самым проблемам и вот значит помню эти моменты когда мы стояли господи спаси мишу плакали на коленях что и бог действительно его так сильно захватил он тоже имел какие-то переживания но может быть когда-то он поделится вот и через него пришло вот через него пришло изменение атмосфера дома изменилась он утром я проспался от того что он поет на языках и это тарика из комнат она разливалась и меня захватывал эта любовь я как прицепилась к нему и куда он туда и я я могла по сто раз слушать что бог через него говорила о божьей любви и благодати вот безусловно этой любви если до этого все равно я слышала только что надо стараться быть хорошим надо 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 нельзя 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 закон 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 а тут пришла благодать пришла любовь и вот она видеть на в семье в многодетной семье до миша какой был по счету я седьмая и все стремились к вам домой чтобы переживать тоже эту атмосферу и так приехал руслан к вам в него он не из-за этого приехал стремились да из со всей эстонии молодежь приезжала к нам по 40 человек каждые выходные просто чтобы вот быть в божьей атмосфере слушать слова болга о благодати о любви который через мишу он еще в школе учился по сути как бы уже в университетах люди слушали учились и они приезжали автостопами по всякому короче вот ничто не остановишь так вот мы и уже сам приехал один день как будут к михаилу у нас была ячейка дома и как-то вот я в решила не пойти там сестру что мы это не поладили на мне тапки не было откровенно это что мы не это дети тут же небеса да 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 вот и и я не пошла думаю не пойду обиделась и тут рука приходит руслан проходит мимо комнаты где ячейка мимо всего открывает моего так вот комната там я сижу и читаю книгу камугридеш даже во первых христианах и он смотрит на меня и а я и до этого и увидела но это абсолютно разных два человека он после этого попал в тайгу на 21 день и он сильно вот но похудел изменился даже внешне поэтому я его не узнала и он смотрит на такие глаза горящие прям такой вещь горячий прям я таких не видела божьем огне да настолько горящий любящий бога я и богу сказала что если выйду замуж только такого чтоб любил бога как миша ними еще посерьезнее это дракон с такими правом и и говорит что делать общаястая книга на диване на подушке так и он говорит ты что там читаешь какие-то романы грида работа рот кому гридаешь он говорит почему не идешь туда я говорю сейчас приду дочитаю главу и приду и и он нашел вот в этот момент вот что-то произошло пролетели просто стрел стрелы вот эти глаза голос его глаза голос на меня повлия мои глаза в общем что-то случилось я думаю что бог меня готовила для него мне мама когда забеременела она сказала что бог я сказал что родишь дочь и она будет любить меня так что мое призвание любить бог просто я думаю как и каждого из нас спасибо элизабет и потом он сделал предложение мне сразу когда приехал именно тогда я просто влюбился я сам не понял как вот те же вещи но с первого взгляда где в школе ты была нравится одноклассница туда-сюда и потом ты уже как бы к этому возрасту но тут что-то такое произошло как действительно внутри у меня такой хопа захватила прямо сама вообще приехал схватил мишу говорю слушай я потом узнал сколько думаю вообще попал я с миша начал разговаривать ну сколько лет я с миша начал разговаривать миша договорись там с сестрой как минут чтобы не стыдно только бы придешь и вдруг тебе отказ или еще что-то а он сказал да 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 все классно приезжали сразу не не а он даже с ним не разговаривал ухажера мы на кухне встретимся он сидит ха-ха-хи-хи посмеивается надо руслан миша 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 он должен же был мне все сказать подарок да 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 он ничего посмеивался то есть он организовал интригу такой функции не выполнить я чуть-чуть видела потом я приехал сразу с предложением к маме разговаривали с мамой мама я все понимаю да мы взяли ее на кухне я почувствовал что мне себя до школы прогулять все вышли по работам кто куда и вот осталось только мама руслан и я позавтракали они ушли разговаривать а я убиралась на кухне и мама приходит пойдем помолимся с нами а я все это чувство что-то происходит и мы пошли молиться и маму вызвали к телефону нас дома не было соседки буду ей позвонил она ушла и мы остались вдвоем на коленях молились такое божье присутствие было прям вот туман вот я вся в слезах рослан там облокотился на диван с богом разговаривал я свое и короче он начинает говорить не поднимая головы по и начинает говорить или вот такая пауза мне трудно говорить опять пауза и я слышал что его сердце вот вот мы были как вот с нами сейчас на расстоянии и я слышала стуки о сердце и он потом начинает говорить что готова ли ты пойти со мной по всему советскому союзу да еще были железные двери то есть не было выезда никуда есть по всему советскому союзу пропадать евангелие если да ты положи руку на мою руку и он вот так вот руку просто вытянул а у меня все внутри мне прям вот бог говорит да это вот ты не по я такой человек что я пойду хоть куда но не одна но с кем-то с кем-то я хоть куда вообще и вот просто господь нас соединил вместе таким образом интересно я положила руку а потом только начали думать это вообще сильно конечно вот что бог вот может так духовно захватить изменить вложить вот послание цель жизни и действительно вслед за этим что могут прорасти вот эти духовное понимание смыслы душевные хотя все равно я верю что действительно бог предполагал и знал что вы подойдете друг другу сколько вы сейчас вместе может 32 года 88 году с 88 года 32 года вместе у вас семеро детей у нас восемь детей восемь и ложишь 15 а старшим 31 старший перечислите все решить это эстер потом и ребекка вот как она вышла замуж уже дочка есть авель он сейчас пастором тоже женился есть дочка сын вот енох карл потом виниамин вы его знаем да по марафонам да потом сара наимин лаида элисабет и руслан иосиф руслан иосиф ты почему пробегаешь мимо не здоровая как вы не путаетесь но другой раз бывает что два имя вместе соединяешь начнешь одно имя второе вспомнишь и вы сейчас спустя 32 года вы видите что бог исполнил желание вашего сердца я хотела когда вышла замуж конечно же мне было 17 мне хотелось как молодой поездить вместе вот это вот все пожить для себя так скажем и и служение богу вообще призвание жить призвание это счастье без него счастья нет вот и но я сказал господь но ты лучше знаешь может мне наоборот сейчас всех родить вырастить и потом ездить и так и полчаса я не думал что способ будет что это будет буквально и только спустя 32 года мы сейчас ну вот второй раз были в сочи первый раз на медовый месяц медовый месяц да у вас 2 получается настоящий настоящий уже зрелый а тогда это был месяц или как у нас бывает медовый месяц в количестве семи дней или как у вас сам николаевич надо его знать он никогда не ездит ради удовольствия ради себя он целую команду взял на медовый месяц мы поехали мы поехали сразу же александр попов которые двигатель пробуждения в таллине был его взяли еще там людей взяли поехали вот сочи сухоми там везде мы проповедовали служили ярки ночи на сочи даже как-то зародилась там покаялись люди не нас не хотели пускать оставайтесь здесь и здесь вот продолжайте церковь но мы говорим нас в сибирь ждет поехали в сибирь все и 89 то есть у вас не было медового месяца по сути дела у нас судя по всему начались медовые годы сейчас сейчас пришло только мы совмещали да это правда тогда служить для бога это самое высшее счастье а семья как бы подтянется но это здорово я рада что у нас было не просто мы там друг с другом ходим не знаю некоторые рассказывают что они служили богу за так трудно у нас всегда было с приключениями и с радостью радость всегда чудеса счастье дух божий всегда приходил слава божья приходила мы всегда видели чудеса мы служили другим людям очень много но сейчас говорят вот как будто сейчас это начинает там что люди стреляются он всегда на протяжении всего времени люди срелялись от рака мы имели сверхъестественные чудеса кучу разных вещей всего просто ну это и есть жизнь призвание даже в любви разделять ее с близкими жить с богом как бы не разделяя личную общественную жизнь нельзя сказать что но у нас как бы и были определенные терки все остальное но всегда мы начинали молиться и слава божия и дух божий приходил и любовь и все как бы ну не терки даже а можно сказать обиды с моей стороны что мало внимания это сейчас мы понимаем а тогда например я приезжаю но откуда-то с это я бегу в церковь потому что церковь это невеста это иисус там даже домой самолета в церковь сразу тут же всем рассказывает тут же помолился за нужды и домой только но после обеда а прилетел утром я думаю что обижается я же богу служил понимание такие были я уже спрашиваю можем интересно повторять ну как бы вот такие только были момента так в принципе мы у вас есть какое-то общее понимание о пробуждении которое грядет в россии столько об этом говорилось чудесно понимать что ты можешь жить уже как бы вот вот в личном пробуждении что вы видите в целом и как бы для личного пути для вашего пути как семьи и для вот россии что касается детей мы их всех рожали для бога то есть они даже безоговорочно они принадлежат все богу и я верю что они но тоже моя молитва была всегда чтобы они любили его больше чем мы служили больше чем мы как бы вот что касается служения и пробуждения мы мечтали с детства стадионы слава божья чудеса когда люди бегут к нему переживают его любовь меняются жизни но я думаю что последнее пробуждение будет это все что бог делал она усилится и просто придет на россии и наконец-то россии увидишь что бог любящий бог аллилуйя это слава божья будет опускаться и просто неизбежно на верующих на неверующих ну из из своей жизни из всех пониманий того что я видел потому что так получалось и как бы когда где-то в америке мы слышали там во флориде или пенсаколе что-то происходит мы собирали деньги и сразу я летел туда я должен был внутри должен был посмотреть увидеть и ездил на проповедников как-то бог дал что с листером сам ролом были у меня свой плащ подарил и его секретарь у нас год была у меня секретарем секретарь лестера сам голова то есть почему прошу говорил что что-то ну произойдет там через нас и мы тоже ожидали но это что я вижу что просто многие говорят как это будет молодежь говорит она не готова ну я вам скажу что ответ пробуждение бог делает как бы спасение бог делает и пробуждением бог делает просто дух святой придет и все сейчас мы едем в пакистан у меня были определенные планы мы встретились ильем он рассказал с ильей федоровым он рассказал там что можно ехать и все я говорю слушай давай поехали ну сейчас там пандемия ну давай звонить туда именно сейчас и нужно в гостиницу и просто дух святой пришел и просто меня все поменяло я я готов я думаю что вся моя жизнь была подготовка к определенным вещам к определенному служению и я мечтаю о том что дух божий просто но он он может приходить очень сильно последнее время на наших служениях где мы были там сочи в этом дух святой по приходил на людей они огонь божий переживали так что они приходили домой они чувствовали божье присутствие когда бог приходит когда бог приходит виктория прижал так кучу раз когда он приходит все остальное блекнет просто ты начинаешь чувствовать что там настолько круто там настолько хорошо ты чувствуешь эти запахи ты чувствуешь бога в его величине ты чувств видишь его план то есть его понимание от его присутствия, оно приходит настолько, что ты просто хочешь двигаться. Многие говорят, как вот это пойти? Да это такая радость, это такое приключение. Это настолько круто, что... Потому что я уже дни считаю, когда мы там поедем. И я знаю, что это будет настолько мощно. Почему? Потому что это он делает. Не мы, а он. Он, а когда он делает, он... В Уэльсе пробуждение произошло за неделю. Слава Божья пришла, люди пережили, даже на футбол перестали ходить. Да, да. Они полностью поменялись. Кто это сделал? Бог просто показал, что он может сделать точно так и у нас. И я верю, что в последнее время, что Бог будет говорить политикам. Бог показывал мне, что есть куча людей в нашей стране, уже которые готовы, Бог приготовлю. И у Бога есть 100% такое фантастическое видение по поводу нашей страны. У меня друзья американцы. Некоторых из них мы знали раньше, такой Хэнк Кунеман, он считается пророком очень высокого. Сейчас он поднялся. И они также пророчествуют, что у нас будет просто очень сильно. Что Россия пойдет. Когда-то Лестер Саммерл, он молился, он сделал меня директором фит-загангрии, то есть накорми голодного. И он говорил, что мы пойдем, мы будем кормить везде, во всем мире. И однажды он ночью во сне ко мне пришел и говорит, ты будешь ездить, и будут открываться, там где-то будет беда, вы будете ездить, будете кормить детей. А я стоял, у меня ни денег, ничего. Он мне рассказывал, я так набрал воздуха. А потом вспомнил, что нельзя спрашивать, откуда деньги. Он улыбается, говорит, да, в определенное время к тебе придет и стратегия, и деньги. Я вот сейчас начинаю видеть, что просто в нашей стране... Соединяются, да, вот эти ресурсы все вместе. Ресурсы и все остальное. В нашей стране есть что-то, что она просто будет таким светом. И Бог, Он сделает пробуждение. Во-первых, почему? Потому что в последнее время, когда идет финал Лиги Чемпионов, самых лучших игроков бросают на конец. И мы знаем, что осталось там 10-25 лет. Ну, 35. Хотя Лукьянов Сергей Прочи сказал, что 25 лет, я помолодею на 25 лет. И что 25 лет еще служения. Ну, это круто. И это хорошо. Суть того, что вот это время сейчас, оно будет очень, во-первых, ускоряться. Бог будет поднимать. И самые лучшие игроки, они пришли. Бог послал. Понимаешь, всех нас, мы, мы себе не представляем, мы лучшие игроки на последнее время. И со славой Божьей, с Духом Святым, мы сделаем такие вещи, которые просто не снилось никому. И знаешь, там есть облако свидетелей всех остальных. Они смотрят и завидуют нам. Потому что мы будем очень сильно двигаться. Аллилуйя. Я уже сейчас вижу, как Дух Святой течет. Я был в одном пробуждении, в втором. Я по децибелам и по всему ощущаю, что то, что сейчас, оно сильнее. Аминь. Оно сильнее течет. И просто Бог поднимет очень много молодых. И очень много. И такая задача сейчас, это молиться, передать все им, с одной стороны, и со второй двигаться. И сейчас, вы знаете, как-то Дух Святой говорил, что люди, которые сейчас будут хоть что-то делать. Знаете, как там написано, делай, что может рука твоя. Они будут просто успешны. И уровень всего просто поднимется. То есть это время сейчас делать. Время ходить в славе Божьей. Время ходить в помазаниях. Время ходить в откровениях. Время не воевать друг с другом, а просто двигаться в те сферы, которые просто Бог открывает. Друзья, я верю, что время пробуждения настает. И вот мы можем переживать это пробуждение уже прямо сейчас. И спасибо вам, Руслан, Элизабет, за это чудесное общение, за откровение ваших сердец, за книгу вашей жизни, историю вашей жизни, вашей любви, вашего посвящения Богу. Сумасшедшие повороты судьбы, которые мы выписываем порой, пытаясь укрыться от Бога. И то, что Он нас захватывает, и силы, молитвы, молитвы семьи, молитвы родных, молитвы верующих людей. Ваш голос так важен в этом мире. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok